Я думала, ты скажешь, это комната для ребёнка, а это гардеробная, ты что? И вам насрут много. Всё нормально, всё под контролем, за мной следят. Вау! Короче, крутец полный. И вот мы дошли до унитаза за 14 тысяч. Мы закончили, счастливые! Всем привет! Доброе утро! Я вернулась, я в Ростове. Ура, ура, ура! На самом деле приехала вообще в такой, опять, вот моё любимое слово, фрустрация. Я её воспринимаю как, знаете, расфокусировка такая, блин, во фрустрации. Ты вообще не поймёшь, где ты, чё ты, чё с тобой. Вся такая разъеханная мысль, короче, такая вся вообще уеханная. Вот, и я уеханная. Я уеханная, ещё не приеханная мысленно. В общем, не почитала некоторые комментарии. Посмотрела видео, которое вам выпускала. Да, я подстриглась. Я кайфую от своей новой стрижки. И как раз-таки первый мой комментарий по поводу горячих ножниц. Вышло видео у меня, где я стриглась горячими ножницами. Очень много ваших там от профессионалов и непрофессионалов. Просто от тех, кто что-то слышал или что-то читал. Я вообще, честно говоря, про эту процедуру горячими ножницами вообще ничего не знала и никогда её не пробовала. Кто-то пишет в комментариях, до селения не с чем сравнить. Ну как это не с чем сравнить? Я ж в своей жизни никогда не стриглась. Мне есть с чем сравнить, поэтому я в таком восторге. Действительно, мастер просто охрененно меня подстригла. Просто замечательно. Каждую секунду солнышко светит и свет вообще шикарный. Каждую секунду, как только я беру свои волосы, я их трогаю. Я каждый раз вспоминаю этого мастера. Потому что они реально стали безумно крутые. До сих пор. Вот я их мою и такое ощущение, что меня только подстригли. У меня очень чёткий срез. У меня очень вот, знаете, как плотные, плотные концы. Я думаю, что это как раз таки именно за то, что их запаяли. То, что они все запаяны и они вот такие плотные конечки. Понимаете? Каждый раз. Они вообще не путаются у меня. Абсолютно. Они высыхают и просто ровно, красиво смотрятся. Мне их даже не нужно укладывать. А в поездке это вообще неудобно мне было укладывать. Поэтому я думаю, что, как говорится, да, рост волос идёт с кончиков. Это не один мастер мне уже говорил. Почему рост волос идёт с кончиков? Некоторые такие комментарии на самом деле глупые были. Ну что, ведь с корня растут волосы. Как это с кончика растут? Вот как это, ухаживая за своими кончиками, можно увидеть, что волосы выросли на 3 сантиметра больше. А я могу в это поверить? Потому что кончики ломаются, девочки, всё время. И поэтому не растут волосы, как бы не растут. Здесь-то на корнях они растут. Я уже снимала об этом видео и рассказывала, когда моя мастер другая, которая стригла меня обычными ножницами и красит мои волосы, она тоже рассказывала о том, что рост волос идёт с кончиков. Поэтому за кончиками нужно всегда ухаживать. Да, можно стимулировать свои луковицы, но ещё большую и значимую роль играет, это именно уход за кончиками, чтобы они не ломались. И тогда вы увидите, что ваши волосы реально растут, хотя с корнями ничего не делали. Просто они не обламываются. И кончики выглядят здоровыми, понимаете, здоровыми. Короче, я кайфовала всю поездку. Я свой салон красоты Excel в Ростове-на-Дону просто рекламирую вам. Просто вот офигенный мастер, которым не делала. Я теперь, честно, буду ходить только туда и стричься только горячими ножницами. Самое интересное, что вот я хочу поддерживать эту длину, она мне очень нравится. И для меня разница очевидная. Я стриглась обычными ножницами. И это совершенно по-другому. Кончики совсем другие, они не такие плотные, как у меня здесь, понимаете. И волосы точно так же были поженные, и все дела нет. Разница есть, разница ощутима. И я ее испытала на себе. Поэтому вы как бы можете верить, можете не верить, а можете просто тупо проверить, да. Но опять же, все очень зависит от мастера. Вот моя мастера, которая меня стригла, она мне стригла 2 часа, понимаете. 2 часа она ваяла, кропотала над моими волосами. И вот оно не сказалось. Скажите, какой вам другой мастер за такие деньги будет 2 часа ковыряться? И 2 часа вот это вот все там делать прекрасно. Никакое. Только мастер, который любит свое дело и знает, что он делает, понимаете. Поэтому, ну, у меня полное доверие. И я знаю, что к ним ходят по 5-10 лет. Ну, по 5-10, по 5 точно ходят. Я не знаю просто сколько лет этому салону, он очень давно уже у нас в Ростове. Но знаю, что люди, которые ходят постоянно, они ходят. Вот особенно офигенный эффект, когда ты свои волосы запаиваешь, ну, как бы свои делаешь горячими ножницами. Я кайфанула, честно. Я даже не хочу менять теперь горячие ножницы на обычные. И мастера не хочу менять. Я бы как-то тоже не хочу, чтобы не делали. Поэтому, в общем, думайте сами, решайте сами. Но только не сомневайтесь в том, что я вам говорю. Какой эффект на мне? Вот в этом можете не сомневаться. Можете сомневаться в других мастерах, которые как-что делают. Можете сомневаться в маркетинговых ходах и так далее. Но лично я на себе испытала. Мне все это нравится. Поэтому я вам просто желаю найти хороший салон красоты. Хорошего мастера, который вам все сделает вот как положено. Вот. Сейчас я бегу, короче, за своими посылками. Очень много там еще ваших комментариев. Я сейчас все... Это первое, что в моей голове вот я вышла. И прям мне так хотелось поделиться. Я реально кайфую от своих волос сейчас. И мне хочется с вами этим всем поделиться тоже. Чтобы вы понимали, что это не просто так. Я их ощущаю каждый раз. Вот. И сейчас бегу, короче, за посылками. Дома нет у меня продуктов никаких. Мама с малым. Малой не захотел идти в садик. Потому что он соскучился за домом. И он такой одеваться нет, нет. Только вот дома хочет быть. Поэтому мы его оставили сегодня дома. Пусть гуляет. Вот. Ну и все, короче. Сейчас буду смотреть, что вам снимать. И в квартиру. Кстати, квартиру мам получила ключи. И в квартиру я... Даже у меня нет времени сейчас заглянуть. Хотя очень хочется. В общем. Уже, 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 короче. Надо там делать. Смотреть, считать. Звонить мастерам. У меня есть, например, один мастер. Хочу ему позвонить. Все там посчитать. Как что. Квартиру буду делать бюджетненько. Но при этом как бы цена-качество. Вот так. Потому что у меня цели и еще квартиру. И другую квартиру. Которая будет уже квартира моей мечты. Эта квартира такая... Как бы она хорошая, классная. Со всеми удобствами. Очень много плюсов и желаний. И мечт. С галочкой с этой квартирой. Но есть некоторые недочеты. Может быть по этажности. По том, что окна не панорамные. Ну, такие моменты. Они как бы незначительные. Ну, и плюс квадратура я взяла чуть меньше, чем хотела. Поэтому у нас есть за цель. И более крутая квартира. Она уже у меня в цели на горизонте стоит. Поэтому эту надо быстро ипотеку погашать. Делать просто хороший ремонт. То есть я не собираюсь бешеные деньги вываливать туда в ремонт. И идти за своей за целью. Вот такие вот планы. Все, девочки, побежала. Включусь в процессе. Как только в голову придет что-то. Или я прочитаю какой-нибудь очередной ваш комментарий. Все, я дома! Вау! Девочки, я в шоке. 56,3. Так это я еще кофе попила сегодня. Представляете? Мама! Я счастлива! Кстати, вот эти весы меня задолбали. Я их брала в Ашане, по-моему. Или где-то. Не помню. Короче, они вообще... Я их хочу вот реально просто выкинуть. Они тупят, не работают. Я батарейки даже у меня не работают. И у Полины недавно увидела. У Полины Бонд увидела недавно. Какие-то суперумные весы какие-то суперклассные. Я их сразу себе захотела. Так что, возможно, они скоро ко мне придут. Там вообще они что-то высчитывают. Много всего. Какие-то такие электронные. Ну, блин, хочу крутые весы. Потому что я слежу за весом. И как бы кайф это делать. Все с удовольствием. А не с этими весами за 1000 рублей и голимыми, короче. Которые меня бесят. И еще, мне кажется, они не точно все показывают. Короче, я, оказывается, худею еще. Представляете? Я какая молодец. Еще 700 килограмм. 700 килограмм. 700 грамм сбросила. 56. Вообще у меня цель 55, чтобы я была. Это, девочки, это мой максимальный был всегда вес. То есть я поправлялась до 55. А так я вешаю 53, 52. Вот такой мой вес был. 50, понимаете? Я была худенькая такая вот, зайчка вообще. У меня ничего нигде лишненького не было. Чуть-чуть позанимаюсь. Я вообще особо не занималась спортом. Чуть-чуть позанимаюсь. У меня везде рельефики, кубики. Особенно что касается попы, пресса. Ножки тоже. Потому что ничего нет. И сразу видно, сразу видно мышцу. А сейчас, блин, занимаюсь. Ну, сейчас я перестала заниматься. Я просто сейчас питаюсь. Вот как я питаюсь, да? И даже при том, что я в поездке ела всякую гадость немножко. Я счастлива вообще. Я рада. У меня настроение. У меня на канале 260 тысяч подписчиков. Я ждала, что хотя бы до Нового года будет какая-то круглая сумма. Я рада. Мне хочется, чтобы на моем втором канале тоже была круглая дата. Круглая дата. Круглая цифра. Там сейчас 18800. Сегодня, по-моему. 18800 или 18900. Хочу, чтобы 20 было тоже в этом году. Конкурс тоже хочу провести там на втором канале. И вот, пожалуйста, я худею. Радость какая. Ну, короче, мелкие радости такие. Они мне очень-очень нравятся. Вот. Ладно, все. Пойду я, короче, снимать видос. И надо для вас много видео снять. Я хочу вообще, думаю, может в декабре сейчас осталось полмесяца. Может эти полмесяца каждый день видео выпускать. Ну, вот только вот надо время. И только надо все структурировать. Сейчас пойду писать там, какое видео, когда вам снять. И пойду все это дело снимать. В фикс-прайсе еще куча новинок. Мне девочки пока была в поездке, мне скидывали. Говорят, о, смотри новенькая, о, смотри новенькая. Я говорю, блин, я уехала. Не представляете, как это внутри сердца кровью обливается, когда ты уехала. А там новинки. Сейчас их все разберут. Вот. И еще жду много всяких приколюх. Жду новую одежду. Я уже базовую заказала. Вот. Покажу вам, как я что буду сочетать. Я безумно жду. Для меня вот реально вещи. Это вот просто, я не знаю, мега радость. Я не знаю, от еды так не кайфую, как от новых вещей, которые даже пусть просто лежат в моем гардеробе. Но я заказала базовые вещи. Поэтому мы будем их носить. Они прям такие все, такие прям сочетаемые, универсальные. Короче, классные вещи заказала. Скорее жду, хочу сделать обзор. Что-то еще какие-то радости были. А, что я набрала кучу вкусняшек моих полезных, потому что в поездке реально неудобно. Хотя я много взяла с собой. Вот прям все сладкое. Я вообще сладкого не ела. И хлеб я не ела вредный. Может быть, один кусочек или два съела за неделю за всю эту. А так я ела свой хлеб, который полезный, бездрожжевой. И то немного его ела. Сладкое я все ела протеиновое. То есть я вообще не ела какие-то голимые сладости. Чуть-чуть позволила себе фруктов. Но сейчас, кстати, я фрукты разрешаю себе уже есть. Яблочко вчера съела. Так что, потому что я за ними соскучилась очень. В общем, сейчас буду начинать заниматься. Короче, радостей много всяких разных. В квартиру хочу сегодня еще свою съездить. Открыть, посмотреть, почувствовать. Короче, оставайтесь со мной. На канале очень много интересного будет до Нового года. Хочу, 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 хочу. И вас люблю. Спасибо вам за то, что вы со мной и поддерживаете меня. Честно говоря, правда, плохие комментарии портят настроение. Теперь я их утром не читаю. Хорошие комментарии меня окрыляют. Меня окрыляют, я радуюсь, я улыбаюсь целыми днями. Поэтому спасибо за то, что вы находите время написать просто что-то хорошее, поддержать. За то, что видите в моих видео, во мне, как в личности. Начала, короче, за здравие. Ну, просто реально очень круто, очень спасибо, что вы видите. Я просто счастлива, что вы можете видеть, что у меня такие подписчики, которые могут во мне видеть хорошие качества, вообще много позитивного, много полезного в моих видео, вообще в том, что я делаю. И это круто, опять же повторюсь, потому что это говорит о вашем широком, глубоком видении, широком взгляде, глубоком видении. Потому что люди, которые не имеют внутри положительных качеств сами, которые не имеют достаточно позитива и избытка энергии какой-то, они просто не увидят это в других людях. То есть злые люди, они, ну, злые, я имею в виду, несчастные скорее, потому что, по сути, я считаю, что злых людей прям супер не бывает, они вот чем-то недовольны. И я просто к тому, что люди, которые не умеют радоваться, не видят плюсы положительные в жизни, они, ну, как бы сами не положительные и не могут увидеть это положительное. Поэтому если люди видят хорошее, замечают всё это, это значит, в них есть это внутри. И, короче, меня радует, что большинство зрителей моих именно такие. Поэтому, когда пишет кто-то один какой-то комментарий негативный, вроде настроение такое портится, потом зайду в Инстаграм, там, почитаю, зайду, там, ещё комментарии в Ютубе почитаю, и просто вы своими хорошими комментариями просто вот так замазываете, зашлёпываете все эти плохие. И, в общем, снова растут крылья и лета. Всё, я люблю вас. Оставайтесь со мной. Да, я ещё хотела сказать, что все вещи, которые я себе покупала, вот брюки свои 38-го размера, мамсы, они мне большие просто, ещё спортивные покупала. Короче, вот всё, что я покупала буквально там вот полгода назад, да, сколько я там, 2-3 месяца, можно сказать, 2 месяца где-то я вот худею, да. То, что я, короче, покупала себе раньше, и если оно прям вот такое, ну, короче, оно всё висит на мне, конкретно висит, я даже не знаю, что просто резинку вставлять, что ли, в брюки, например, спортивные, потому что там конкретно кулак можно вот так вот прям вставить, прям конкретно похудела. Кайф! Доброе утро, мои хорошие! Сегодня еле встали с малышом, причём Данька даже позже меня встал, обычно он встаёт раньше меня, а будет меня. Я ещё досыпаю, а сегодня, видимо, так пасмурно, и он что-то так сладенько спал, мне аж будить его не хотелось. Такой лапушкой, когда просыпается. В общем, я его отвела уже полодиннадцатого где-то в садик, сама там делала дела. Кстати, вчера зашла под видео о том, что я сейчас не ем. И комментарии, конечно, меня умиляли, не умиляли даже некоторые, просто злили даже комментарии. Значит, одни из комментариев, зачем ты всё это купила? И делаешь обзор на то, что ты не ешь. То есть, и это не один человек написал, человек пять написали, зачем ты это всё купила? Да, я купила для видео специально, чтобы снять. Посмотрите, что я не ем. Я всем написала, что это я покупала тогда, когда я это ела. Сейчас я это не ем, оно лежит, и, естественно, может пропасть. Поэтому я отдала это маме. Мама, потому что меня попросила собрать все эти продукты, которые я не ем, а отдать ей. Поэтому, и она говорит, сними видео, что ты сейчас не ешь. Это была вообще идея моей мамы. Это первое. Второе, кто-то мне там начал писать за диеты, там, ПП, не ПП, что я вообще показываю. Короче, у меня, вы не относитесь слишком серьёзно вообще к моим видео, что это какая-то там в последней инстанции. Я просто говорю о том, что делаю я. Я не ем сахар, не ем фрукты, не пью молоко и так далее, и так далее. Потому что мой тренер сказала мне, что если я хочу подсушиться, если я хочу всё это как можно быстрее убрать, то да, мне нужно это не есть и заниматься, пока я не достигну результата. Как только я достигну своего результата, я потом могу прекрасно питаться. И будут и фрукты, и будет и молоко. Просто всё будет в меру, по чуть-чуть. Я буду высчитывать все эти свои килокалории, и всё правильно питаться. Просто сейчас у меня такое. Поэтому везде я смотрю на состав, смотрю там сахар, не сахар, и мне нельзя, чтобы где-то находился сахар. Или там сахарный сироп какой-то. И мёд нельзя нам есть. Нельзя. И фруктозу даже нельзя есть. Единственный сахар, который можно, это вот сахарозаменитель. Но мы всё равно позволяем себе хлебцы, сладкие там фруктозы есть, но чуть-чуть можно, там её очень мало, как бы она незначительна. Поэтому как бы это всё индивидуально. Я не говорю о том, что если я сахар смотрю, и там плохо, там сахар плохо, сахар никому не вредил, и так далее. Тут другой момент идёт ещё о сахаре химозном, о сахаре растительном. Тут как бы изучать и изучать. Я только вступила, не знаю, пальчиком в реку, эту огромную реку, того, что мы едим, что нам продают, и что мы делаем со своим организмом. И я над этим работаю. И ещё тоже многие говорят, что, типа, там правильно питаюсь, и что-то я ещё не делала. Кто писал? Правильно питаешься, а зато что-то там делаю, и то, и то, и то. Ну, блин, всё сразу невозможно. Даже правильно питаться невозможно. Просто взять, оп, и правильно питаюсь. Это тоже тяжело. Извините. В таких условиях, вот я прихожу в магазин, и там, блин, найди хоть одну стойку с правильным питанием. Это только вот я в ленте нашла, да? И то, и то же там надо всё смотреть по составу. Написано, знаете, как на заборе написано. А на самом деле в состав читаешь, а там нифига такого нету, то, что обещают. Поэтому соблазнов море, плюс ещё помимо соблазнов, которые, да, ну, я себе говорю, скорее, за соблазны там всякие. Ну да, нет, бывают тоже соблазны. Пройду мимо какого-нибудь Бакалея, а там пахнет булочками вкусными. Конечно же, я люблю всё это, и с удовольствием бы сожрала бы, да? Но как бы себя отказываю. Но, слава Богу, у меня не так критично всё в голове, то есть я там с ума не схожу от дефицита чего-то. Вот. И, короче, всё нормально, всё под контролем. За мной следят нормальные люди, которые знают, что они делают, и поэтому всё нормально. Я просто вам делюсь и рассказываю, что я ем, что не ем. Вот и всё. Мне кажется, ко мне иногда очень серьёзно относятся, как будто я прям, как какой-то... какой-то человек, знающий очень сильно, сведущий во всех этих делах. И если я сказала, то со мной надо супер безумно сильно спорить там и так далее. Вот. Короче, всё. Собираюсь я сейчас, одеваюсь, и пошла снимать для вас видосики. Я не знаю, видно вам или нет. Смотрите, какой красивый цвет у меня. Я теперь им буду пользоваться. У него и голубенький есть, и тёмненький какой-то, и такой зеленоватый оттенок. Он прям универсальный для глаз. Просто накрасила и побежала. Красиво. Это из той палетки под видео, которая ссылка на сайте. В общем, глубокий вечер. Наснимала вам сегодня кучу видосов разных. В фикс прайс зашла. Будут так что скоро новиночки совсем. Прикольненькие, кстати, интересненькие. Вот. Сейчас я уже бегу за малышом. Мы в бассейн в прошлый раз, представляете, приехала, на следующий день нужно было в бассейн. От того, что я малого не сводила в садик, я держала в голове, что нужно пойти в бассейн, но в итоге к вечеру ближе я уже думала скоро укладывать его, и, короче, уже 8 часов где-то или там всем пишут нам, а мы всем должны были пойти, нам всем пишут, ну что, вы придёте? Я уже понимала, что на улице холодно, так пасмурно, уже не хочется выходить. Короче, мы одно занятие про м-м. Сегодня надо его не про м-м, поэтому я поехала. Малой, тем более, вчера очень хотел в бассейн, он прям бассейн, бассейн. Сейчас забегу домой, возьму вещи и поплавать сегодня от души. Частенько спрашиваете, что я ем. Вот, например, у меня сейчас какая-то каша-малаша, да, в тарелке. Ну, я объясню, что здесь. Здесь рыбка, лосось на пару, цукини на пару, цветная капуста, грибочки и перчик. Всё. А хлеб этот ручной работы, бездрожжевой, это вот от Гриднев. Я первый раз увидела такой вот серый хлеб, тоже решила попробовать. Отправила Даньку в бассейн, вот она. А сама слежу. Он, по-моему, отвык у меня тут от бассейна. Крики. Вообще он без криков не может что-то новенькое осваивать. Ему нужно обязательно поплакать. Ну, Марина, тренер у нас, она справляется. Вот тут ещё один бассейн. Ещё и ребёнка ждут. Вход. Всё, видать. Можно следить за всеми. Вот администратор. Кстати, ёлочку. Вон, красивая ёлочка уже стоит. Огромная. Так, пошла к малому. Что-то он там плачет. Надо ему показывать достижения кому-то. Молодец! 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 Мы поплавали с Денечкой. Пошли в магазин обязательно после бассейна, да? Купили молочный ломтик. Это у нас ритуал. Молочный ломтик. Все слёзы, которые, недовольство, всё решается молочным ломтиком. Это такая единственная сладюшка из, мне кажется, вредных. Мне кажется, почему-то. Хоть он вроде киндер, детский, но мне кажется, что там куча всякого всего. Хотя я могу ошибаться, я просто состав не помню, если честно. Но он любит, любит, и я боюсь этот состав, блин, считать. А то, что потом ребёнку говорить, когда он скажет, хочу молочный ломтик. Машина, да. Какого цвета? Один! Один! Давай, помогай маме. Молодец. Вот такая умничка. Умничка, разумничка, да? Ой, девочки, как давно мне уже не хватает суток. Сегодня у меня за долгое время мысль возникла, думаю, блин, может быть, не спать ночь одну, продлить себе сутки. Я раньше так делала, когда особенно училась пить кофе. Я же раньше не пила кофе, вообще я его терпеть не могла, кофе. Я к нему очень долго привыкала, а сейчас вот люблю. Удивительно, без него проснуться не могу. Мне кажется, больше психологическое, потому что был период, без кофе нормально вставала. И раньше думала, что чёрный кофе не смогу пить без сахара. Нормально, чёрный кофе тоже пью без сахара, если понадобится. В общем, короче, сегодня мысль такая у меня была. Думаю, может быть, не спать ночь и всю ночь монтировать видео, потому что у меня есть видео, которое монтировать должна именно я, и они тоже времени занимают много. Влог занимает много времени. Если влог длится час, то я его монтирую три часа. ещё там видео, которые тоже нюансики всякие разные, только в моей голове они собраны, и вот надо сделать. Короче, три видео. Три видео мне надо снять самой. И когда их снимать, и хочется это сделать, чтобы вот прям сегодня вечером было, а на всё нужно время. Видео смонтировать нужно сначала, там три часа, а потом вывод идёт. Часа два-три точно так же может идти вывод. Вот. И это время надо занять, чем-то делать, и тоже не тупить, просто что-то интересное делать. Но я время могу занять сериалами смотреть. То есть вот пока рендерится, я могу сериалами. А вообще у меня два компьютера. Вообще на двух могу монтировать. Не, ну один у меня что-то ноутбук уже подтупливает. Короче, такие дела. Денька наконец-таки в бассейн попала. Прям сейчас лифорат, но при этом он капризничает. Вот он такой у меня. Он капризничает и радуется одновременно. Я не знаю, как это у него получается. Короче, хочу так сделать. Не знаю, получится или нет, просто я, если не посплю, я точно знаю, как я себя буду чувствовать. Это будет тяжело. Я смогу, конечно, функционировать, но это будет тяжело, и мне надо будет дотянуть до следующего вечера и потом просто вырубиться. А завтра пятница. Завтра пятница и завтра вечеринка у меня на английском. Мы Новый год, корпоративный Новый год на английском, вечеринка, мы все разговариваем на английском, пьем шампанское, там все дела. Я хочу пойти, мама завтра придет с малым сидеть, укладывать его. Вечером заберет садик, а ей укладывать будет. поэтому я вообще не должна, нет, сегодня не получится не спать ночью. Вообще это очень вредно для организма, так не делать. Два часа ночи. Мою голову посещают безумные идеи. Какие именно идеи? В чем на самом деле, почему я не сплю? Чем забита моя голова? У меня на самом деле в связи с квартирой очень много расходов. Ну, у нас с мужем, да. Мы открыли бизнес, вложили туда много денег. Этот бизнес продолжает еще тянуть деньги на рекламу и так далее, и так далее. Сейчас у меня уходит за ипотеку почти 30 тысяч, 27 с чем-то, за квартиру 25 тысяч, садик 17, плюс мои курсы английского языка, вокала, Дэнкин бассейн. Я еще не говорю о еде, в принципе, да, и о каких-то расходах, когда я куда-то иду, кофе пью, там и так далее. Вот. И в связи с этим я понимаю, что если я буду продолжать платить за съемную квартиру и за квартиру, в которую я собираюсь переезжать, боюсь, что на ремонт у меня так никогда не хватит. Ну, то есть нужно ждать только, когда бизнес начнет отбиваться, да. Он только-только запустился у нас на днях буквально. и как бы Москва не сразу строилась, я все это дело понимаю. И у меня нет внутри там какого-то расстройства там или еще что-то безысходности какой-то. Нет. Мой мозг начинает генерировать идеи. Я созванивалась с сантехником сегодня и говорю, я хочу заехать до Нового года. То есть я готова была просто заехать уже все сырые стены, видите. Каждый раз, когда я туда захожу, в эту квартиру, я все время выхожу оттуда, вроде до стены не дотрагиваюсь, но я выхожу вся грязная, потому что там побелка, от которой это грязная. И плюс бетонные полы. И я такая думаю, блин, ну как с малым? Ладно бы там я, да, еще могла бы, а как с малым? Вот не смогу. Я думала сделать туалет, в ванну, прям, ну, плитка, там все дела. И только туда въехать. Но я понимаю по финансам, что мы вообще не вытягиваем сейчас. Вот эти вот месяцы, да, и вот конкретно не вытягиваем. Плюс более-менее по заработку у нас именно декабрь и... декабрь и... ноябрь и декабрь. Как раз такие дни более-менее прибыльные. Потом январь-февраль будет затишье, потому что все поуезжают и так далее. И я понимаю, что мне нужно реально как-то до Нового года выехать из этой квартиры, чтобы уже даже на следующий месяц уже не платить эти 25 тысяч, хотя бы, может, половину заплатить. Короче, надо решать все в кратчайшие сроки. И, в общем, даже я понимаю, что и туалет, и ванну я сделать не могу, потому что это тоже немаленькие деньги. И плюс это еще не быстро. И я, в общем, хожу... Я позвонила сегодня на технику, и он мне... Сначала я говорю, вот, мне надо срочно-срочно... Я ему скинула фотки, он говорит, вы не сможете до Нового года съехать. То есть не спешите. Друг мой позвонил, говорит, делай все качественно, там все дела, не спеши. Я вот год ремонт делал. Ну, я уже такая думаю, ну да, все, наверное, так и придется мне платить туда-сюда, короче, всю зарплату, все деньги, все доходы, все, короче, вот на это и на поесть, и все. И какой ремонт, хороший, качественный, не светит, в общем, мне еще не скоро. И, в общем, лежу я, и вся моя голова больна этим. И тут приходит мне идея в голову. Ну, случайные, короче, такие приходят идеи. Я заходила там в управляющую компанию, смотрю, у них белые стены везде. И ничего не пачкается. Ну, это то, что мне надо, в принципе, да, и, как бы, я белые стены люблю, а я в них... Всем привет! Короче, сейчас проснулась, и голова моя больна полностью этим ремонтом. Ни одного плиточника не могу найти. Все плиточники до Нового года расписаны. Не знаю. Хотя мне кто-то говорил, ой, типа, до Нового года работы нет у кого-то. Вот я ищу того человека, у кого-то нет работы. Гардероб так. Гардероб сниму, сейчас разденусь. Здрасте. Кстати, как я сегодня выгляжу? Сегодня вообще вечеринка должна быть на английском языке, поэтому я такая платьица одела. Вот так. Оленьте, какие монетки мне дали. Это мне дали в ленте. Нет, тут вообще другая была, без цифр. Нет, с цифрами. Ну да, прикольные. Женщина в итоге попросила поменять ей одну монетку юбилейную. А я поменяла и сказала на счастье. Мне кажется, очень даже прикольно. Какие крылья красивые. Хочу с ними сфотографироваться, а некому фотографировать. Я сейчас найду кого-нибудь попрошу сфотографировать меня возле крыльев. Классные, какие красивые. А мне нужна фотка тут. Так, все меня сфоткали возле крыльев. Блондинка, блондинка фоткала. У меня чистая камера вообще. Я вас протерла. Вам не было больно? Сейчас я иду в Леруа. Я хочу посмотреть, сколько будет стоить плитка, которая мне нужна на пол хотя бы. И грунтовка, какую мне посоветовать. Вот. И пока все. В общем, все, что я взяла. Ванночка и вот такой валик у меня уже есть один. Я взяла второй для брата или для того, кто мне будет помогать. 180 рублей стоит. Взяла вот такие две универсальные грунтовки. Короче, я еще и полы зафигачу. Тоже сказали, можно. В общем, сделаю и полы, и стены. Все им зафигачу, поэтому взяла два. Один такой, это не концентрат. 178 рублей стоит на 50 квадратных метрах. Идет. Он такой жидкий. В общем, перестанет пылить и будет белым. Ну и палку взяла. Одна палка еще у меня есть. Палка вообще дорогая. 166 рублей. Кисточки у меня тоже есть. На всякий случай взяла за 16 рублей дешевую кисточку. Все. Итак, ванна. Ванна, панельки какие-то. сама ванна. Ванна стоит 4 700. Акриловая. 150 на 70. Ну, нормальная ванна, да? Вот еще чуть подлиннее. Может даже такая лучше. 170 на 70. Она стоит 5 300. Так, прицениваемся к ваннам. Так, унитазы. Цены на унитазы. 1300. Нормально. А, еще бачок, блин, отдельно 1000. Сиденья для унитаза 635. Короче, понятно, треха получается где-то, Две с половиной. Три, нет, три. Так, но мне не нравится, когда вот эти штуки, вот смотрите, когда у вас ногти, я часто ломала себе ногти от вот этого штуку. Я бы что-нибудь другое хотела. Сейчас посмотрим. В принципе, они все, блин, одинаковые. Самые дешевые. Взять и успокоиться. на время. На первое время. Короче, это был самый дешевый на самом деле. Вот они пошли по нарастающей. Все дороже и дороже везде. Вот эти вот впадины. Что, нет такого? Наверх поднимаешь и смывается, как раньше. Или за ниточку дергаешь и все смывается. И вот мы дошли до унитаза за 14000. Здесь уже все включено, наверное, и сидушка, и бачок, все дела. Так, ну ладно, 3000 на унитаз. Окей, поняла. А вот на весны еще унитазы по 14000. 8000. О, вот, вот так хочу, чтобы было, блин, вот так мне нравится. Вот потом такой унитаз поставлю. И все, беленький весь, аккуратненький. А вот пошли унитазы по 18000, по 15000. Они на весны. Бачок можно спрятать. Вот, видите? Но это уже все потом. возле 4400. А, это биде уже, да, по-моему? Или нет? Да, биде. О, раковинка, кстати, прикольная. Смотрите, беленькая. Мне вот нравится, чтобы вот так было беленькая. Я вот, кстати, не против. Смеситель отдельно продается. 3500. Раковина керамическая 3000. Раковина керамопилот. А, 50 на 60 3000. 60 на 60 379. Ну что, отличная. Классно. Мне вот здесь нравится. Так, короче, на раковину, 3000 на унитаз, 3000 на смеситель. Это уже десятка. Десятка и плюс 5000 на ванну. 15000, короче, мне нужно на ванну и туалет и раковину. В туалет, в ванну. Я еще хочу, чтобы в туалете была у меня туалет достаточно большой, получается. И вот я хочу, чтобы была такая мини-рукомойка. Вот такая, мне кажется, даже. Или вот такую сделать. Ну не суть важная. Вот тоже аккуратненько. Ну чтобы вот, если ванна занята, то человек мог и ручки помыть после туалета и все дела. Вот. Я буду делать, наверное, навесную. Вот смотрите, вот этот навесной. Правильно же? Как-то подключается все, чтобы сюда можно было поставить, например, стиральную машину, там что-то такое. А вот это вот не люблю. Вот это все вокруг вымывать потом. Ну посмотрим, что проще на первое время. Посмотрим. Смотрите, вот еще ванна за 3,879. Рио сталь. Вот такая. Я, кстати, не знаю, какую ванну взять. Напишите в комментариях мне, какую ванну вы посоветуете. Вообще, если у вас есть какие-то советы и вы там скажете, ой, Селена, 100%, вот это вот чугунная. У меня вот друг чугунную сделал ванну. Типа она самая прочная. Одна из прочных. Но она и дороже сразу стоит. Но мне надо что-то подешевле. А вот, смотрите, за 930 рублей. А нет, это ножки только. Ножки вот за 9, за 12. Ну, короче, там пошли уже какие-то дорогие ванны, да? Ну, короче, я недорогую ванну готова поставить. Испортится, поменяю. Я знаю, что скоро у нас все будет зашибись и мы будем делать крутой ремонт. Пока что я готова вот немного минимально. Ну, ванна хорошо бы, чтобы мало у этого у меня кувырка лук себя плескался. Поэтому как бы ванну надо поставить. Вот. Тоже вот, смотрите, какая ванна. Ванна Optima 8300. Прикольненькая тоже. Кстати, там чуть-чуть, да, здесь раз расширение такое идет. Классная, мне вот это нравится. Но опять же, нужно посмотреть по этим. Такая маленькая раковина. чтобы место у меня нормально там оставалось. Так, идем смотреть цены на плитки. Блин, точно же, я же хочу себе вот с полочками, чтобы было. А тут только смеситель 1-2 тысячи стоит. Да, я хочу вот такие. Вообще, мне нравится, как у меня на квартире, вот, в которой я снимаю, мне нравится вообще там весь набор вот этот шкафчик вот такой вот. Должен быть обязательно. 7 тысяч стоит. Вот это мало. Зеркало, вот тут будет у меня всегда наставлена гора. Нельзя так, что, нельзя этого допускать. Поэтому у меня вот так вот в моей съемной вот так вот зеркало, насколько вы помните, да, открываешь, а там уже полный погром, полный трындец. И закрываешь нафиг, чтобы никто не видел. Вот. И да, я хочу вот так, чтобы было. Блин, а я привыкла сейчас, как у меня, Ваня. Вот это кажется маленькими какими-то такими. Хотя, не, маленькие. Надо такой же брать. Надо бы спросить у хозяев. Вот, типа того, видите, раз, открыл, короче, а здесь уже куча всего тебе. Тут вот отдельно маленький какой-то. Вот. Вот так вот мне нравится. А здесь что? А здесь нету полок никаких там. Ну, или, может, не поставили. Симпатичная вот тема. Так, ну, мне вот не нравится, что две части нужно отодвигать. И разрезанное зеркало тем самым. Мне вот, как у меня нравится, цельное. Да вот же оно. Ну, похожее, очень похожее. Пожди, 18 тысяч. Блин, мне кажется, мои не покупали за 18 тысяч. Ой, смотрите, как много мест. Класс. Все поместится. И раз, и спрятали. 20 тысяч. Или 18. Или вот это низ 18, а это 20. Ну, короче, трындец. Нет, но это потом, да, это все потом. И сместитель классный. Вот такое я хочу. Во, во. Короче, мне вот эта нужна, да. И низ, а там у меня только одна. Блин, я вот эту хочу. Все. Нацелены. Мне нравится вот эта. Надо сфотографировать ее сейчас. И сбоку, смотрите, какой шкафчик еще тоже. Ой, и глубина мне нравится. Вот я люблю такое. Ой, отлично. Ой, мега супер-пупер. Все. Мне вот этот набор нужен. А вот это, видели? Какое-то умное зеркало со звуком, с радиом. Ой, тоже симпатично. Тоже симпатично. Но я хочу, чтобы у меня все было белое и все было функционально. То есть вот это зеркало для меня нефункциональное. Должно там внутри складываться все. Вот так мне тоже нравится. Я хочу, чтобы у меня была вот такая штука на раковине побольше. Вот она. Смотрите. Мне нравится вот это. А можно сделать, чтобы было вот это вверх, а полки как там? А, ну здесь тоже достаточно. А ну-ка, пойдем. А как оно выдвигается? Через низ, да? Слушайте, ну тут тоже ничего. И здесь глубокое. О, где-то вот это травится тоже. Но зеркало то надо взять. Зеркало то. А вот это вот это. И стиралка туда встанет. Идеально. Я люблю, чтобы здесь что-то лежало у меня. Я всегда телефон, блин, пытаюсь положить куда-то. Смеситель 3600. Так, плитку девочки я смотрела уже без вас, потому что меня консультировал парень. В общем, все мне рассказал. Ну, у меня тоже плитка может выйти там на 3,5, ну, короче, до 5 тысяч. Плитку там тоже недорогую, но прикольную выбрала. А это мне все вышло на 750 рублей, короче. Так что большую часть дела в квартире, чтобы все не пылило и уже было красивеньким, я сделала. Посмотрела еще целый на линолеум. Буду класть тот, который в офисе у меня, скорее всего. В общем, я думаю, я быстро приведу ее в такой вид, в котором будет приятно мне жить. А знаете, чем я спасаюсь, когда в торговых центрах нет полезной еды? Например, в Мегалоксай нету пить кофе. И мне, получается, нечего пить, есть, понимаете? Я спасаюсь кофе. Я просто захожу в Старбакс и пью соевые платы и наедаюсь. Я, знаете, что еще не пойму, что уже везде скидки начали? Смотрите, 50% гроб. Гроб. Кроб. Гроб. В Манго написано до 50%. Сейчас зайду, что-нибудь надо, что-нибудь прикольненькое надо купить. Скоро видео снимать вам с покупками. Короче, крутец полный. Пятница, вечер, очень мало народу, но праздничное настроение и все такое огоньками горит везде, елочки, огоньки. Вообще, как, у меня настроение повысилось, силы мне не хватило пойти вам в Икею снять шоппинг-влог из Икеи. Так что, в следующий раз. Я покушала, мне стало уже легче жить и дышать. Что-то у нас какой-то смог непонятный здесь. Ой, опять же хочу вам пожаловаться. Я устала. Я устала. Моя башка аж болит от количества информации и количества тел, которые нужно обрабатывать моему сенсору. У меня такое ощущение, что Pentium 1, короче, а требует от меня как Pentium 200, 300, 500. Тоже цифры такой нет. Короче, я сейчас поела и еду к друзьям пить чай со сладюшками. Своими сладюшками, естественно, я всегда со своими сладюшками. потому что все едят сладюшки, которые я не ем. Так, сейчас дорогу перейдем. Вот. И, 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 да, может быть, мы посмотрим кино, поболтаем, чай попьем, короче, и домой опять пилить видосы. Я уже, блин, устала. Устала я! Да, это конкретная работа, я вам скажу, реально. То есть, да, я бы хотела, на самом деле, чтобы у меня не было внутри вот этого ощущения, что надо пилить видосы. Реально. Иначе нечего будет выкладывать. И это все занимает время, это занимает много энергии, я вам скажу. И вот, представляете, сколько прошло? Четыре года. Четыре года, и просто все это на одном дыхании, на одном дыхании. И вот, когда появляются какие-то новые заботы, новый бизнес, сейчас туда энергия еще вкладывается. Слава Богу, не стопроцентная моя энергия туда вкладывается, в основном муж занимается этим, но я тоже туда прикладываю усилия какие-то там, то сделать, это посоветовать, все-таки это же и мой бизнес тоже отчасти. вот. И квартира очень много энергии забирает сейчас, все мысли вообще туда, потому что хочется скорее переехать, и деньги все, короче, растраченные вообще, и вообще просто по большому счету вот просто, 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 я даже, нет, я не хочу говорить слово жопа, не жопа. Знаете, почему? Потому что, нет, ну можно сказать слово жопа, но она прикольная жопа такая, потому что я, честно говоря, люблю иногда находиться в таких каких-то стрессовых, немного сложных ситуаций, я понимаю, что мой мозг начинает работать, находить выходы, этот какой-то квест, прям понимаете, и я знаю, что какая будет радость, как только я выползу, да, или вынырну из этой жопы, которая сейчас, да, пусть будет жопа, ну то есть такая, не страдальше сказать, знаете, когда там плачешь, ты, ой, жопа, у меня такая жопа, нет, у меня жопа, у меня жопа, но такая, из которой я сейчас вынырну, то есть я как будто она засосала мою ногу и руку, короче, и сейчас я вылезу из этой жопы, вот, и в ней нет, вот, я не чувствую себя, конечно, как-то там прям безумно плохо или еще что-то, я себя чувствую очень интересно и немного так стрессово, потому что я нервничаю, переживаю, когда же у меня не хватает терпения, мне хочется все скорее и сразу, а тут надо ждать, нужно подождать, пока придут деньги, понимаете, и вот ты уже все деньги эти расписала, ты уже как бы на старте там купить, это купить, там заплатить, все сделать, как бы уже ты готов переезжать, понимаешь, но надо подождать, пока придут деньги и эти 2-3 дня они тянутся просто недели, ну, короче, прикольные состояния, прикольные какие-то такие вот внутренние вещи, я понимаю, что чем тяжелее ты достигаешь свою цель, я, ну, как бы я и люблю весь процесс достижения цели, тем более радуешься, ты наслаждаешься процессом, когда цели достиг, да, уже наслаждаешься, уже другие цели ставишь, как бы, может, не так нервничаешь, не так, не терпение, не так сильно проявляется, что еще хотела сказать, вот эти унитазы мы с вами смотрели, там, да, раковины и так далее, и я заметила, что, знаете, люди разные, вот мне все кричат, там, качественный ремонт, там, качественный ремонт, ну, я не знаю, не, понятно, что качественный ремонт, да, то есть ты хочешь, там, если что-то сделать, то ты берешь, там, не то, что рассыпется через год, да, а ты там берешь, там, трубы, например, какие-то хорошие, там, еще что-то, да, ну, вот, например, я к этому так просто отношусь, к ремонту, вот этим к унитазам, да, то есть мне реально, я вообще вижу, что они все одинаковые, вот, на первый взгляд, унитазы все одинаковые, они, по-моему, да, или, может быть, потому что я не знаю, в чем разница, да, если бы я занималась унитазами, работала на унитазах, я бы все знала бы об унитазах, я бы сказала, да, какой унитаз за 3 тысячи, это такое, э, он там, дернешь, рассыпется, там, или еще что-нибудь, я бы о них знала, да, а типа за 15 тысяч унитаз, вот это унитаз, который каждый должен поставить себе в квартиру, но у меня такого нет, и знаний об этом нет, и я могу себе взять простой унитаз, и прекрасно себя чувствовать, то есть я даже не буду себя чувствовать, что у меня какой-то дешевый унитаз, я реально не вижу и не чувствую разницы, раковины красивые есть, тоже там за 3 тысячи, как бы, зачем мне за 15 покупать там, да, не, понятно, если вот мы красивую там увидели, вот эту раковину со стойкой, со столешницей, конечно, я понимаю, что я хочу столешницу себе, да, если будет за 3 500 со столешницей, я ее возьму, но такой нету там, она дорогая, поэтому, нет, сейчас я, короче, сделаю прикол, да, я сейчас сделаю, такой вообще минимальный, все офигеют, за какую цену я сделаю себе дома ремонт, и вы увидите, как это красиво и мило, все будет смотреться, я надеюсь, вот, и запилю видос, типа там, знаете, ремонт, ремонт квартиры за 50 тысяч, например, вот так, вот, ладно, все, поехала к друзьям, а то они уже без меня чай начнут пить, посмотрите, какой туман, время 10 часов вечера, просто вообще еду и не узнаю свой район, где я еду, густейший туман, я сейчас тоже подвозила девочку, и, знакомую свою, а то подумайте, что я тут такси, подвожу, и, короче, просто, смотрите, вообще не видно, где че, туманище жестко, ну вот я и еду домой, соскучилась за мамой, хочу, если честно, если честно, хочу с ней провести время, посмотреть телек, а надо монтировать, а я сейчас полежу с ней, проведу время, потом буду монтировать, устала, что-то вообще и горлышко болит чуть-чуть, покупки несу, фикс прайс, и гроб, 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 доброе утречко, мои хорошие, блин, опять камера какая-то грязная, встали мы с мамой, сейчас уже рабочие, там должны прийти, посмотреть все, как у нас в квартире, короче, мы едем на квартиру, и сегодня выходные, и с Денькой, и с мамой, короче, представляете, я выхожу такая из машины, вот хотите много денег, лайфхак, вот, вот хотите много денег, поставьте просто машину, под деревцем, и вам насрут, вот много, то есть денег много будет, и нет времени у меня, честно говоря, вот это сейчас вот, ну, буду вот обосранная, ездить, мама че ли? Ну че это, к деньгам, наверное, ой, ну а к чему еще нам, ну то как к деньгам, у нас все к деньгам, так, музыку выключаем, вот Дэнни свой будильник, Дэнни привет скажи, привет, вот, и мы, короче, съедим на новую квартиру, сейчас должны подъехать, кто я сказал, должен подъехать, прораб он называется, да, он должен все посмотреть, да, и что-то нам посоветовать, мне все кажется, что мы одни из первых едем в эту квартиру, ну вряд ли, там уже, наверное, есть кто работает, все равно, там же долго все, мало ли кто вот так вот тоже, постели только вот так, не загадывай заранее, ой, мама, вот это вот, мама у нее все верное, короче, у нее с детства, она мне всегда это вот все впаривало, сглазить, никогда нельзя говорить, я поеду туда, или я хочу, это или у меня будет то, все, короче, у тебя этого не будет, вот как человек задумал, об этом говорить нельзя, как можно, мам, если вот у меня, вот девочки, я вам говорю, в детстве она всегда мне так говорила, у меня была вот эта шиза, потом, когда я уехала в Москву, уже мама рядом, нет, некому мне вот эту вот ерунду говорить, я начала все нормально говорить, будет у меня это, сейчас мы поедем туда, мы планируем, загадываем, радуемся, мечтаем и так далее, все у меня сбывается, вообще эта тема не работает, вот я спустя столько лет, да, прихожу, и мама опять такая там, не сглазь, не загадывай, не говори наперед, я говорю, мам, десять лет прожила в Москве, и загадывала, и говорила наперед, все нормально было, поэтому, если ты в это веришь, то эта энергия работает, и я в это не верю, моя энергия не работает, мы въедем раньше всех, мы въедем раньше всех, и все, гори, оно все синем пламенем, образно, да въехать можно хоть завтра, не вопрос, нет, так, чтобы комфортно было, естественно, не хахакай мне, ладно, давай уже, доброе утро, мои хорошие, и сегодня я встала, как никогда рано, Денька уже начал с утра смотреть на меня, и улыбаться, мы начали говорить друг другу приятные слова с утра, и я встала, в общем, отвела его вообще полдевятого в садик, когда мы даже бывало, полдевятого даже и не встаем, полдесятого встаем, а тут полдевятого он уже в садике, а сегодня необычный день, а сегодня мы грунтуем наши стены, сегодня приедет ко мне мой брат, я его жду уже с минуты на минуту, с минуты на минуту, и Наташу жду, его жену, и мы втроем пойдем грунтовать стены, я надеюсь, что мы сегодня все это быстро загрунтуем, потому что это все-таки не краска, которой там нужно стараться, она такая более густая, а грунтовка, она такая жидкая, как вот, я не знаю, разведенный мел, что ли, в воде, и просто нужно загрунтовать все это быстренько, да, и мы планируем сегодня все это сделать, и завтра уже должны прийти плиточники, сантехники, которые сделают нам плитку и сантехнику, думаю, на этой неделе они должны все сделать, по-хорошему, деньги-то всем нужны, чем быстрее сделают, тем быстрее заработают, а мы будем радоваться, ну и все, и потом линолеум, и все, кстати, мне кто-то из подписчиков моих посоветовал линолеум, что даже линолеум может посоревноваться вообще и с ламинатом, и с плиткой, и я задумалась о том, что может быть правда не дешевый линолеум на время постелить, а уже купить, ну он будет может быть в два раза дороже, может быть в три раза дороже, но он уже будет такой, что я его менять не буду, потому что, честно говоря, я тоже сама за линолеум, я люблю линолеум, потому что он реально не боится воды, он теплый, ну если не тонкий очень брать, да, то есть он более долгопрочный, не шумит, не скрипит, и девочка в комментариях, большое ей спасибо, написала огромный просто комментарий, с разными советами, взять просто потолще, с шумоизоляционной подушкой, если я правильно все говорю, и какой-то Германия, да, и что он будет даже лучше ламината, потому что мы живем с ламинатом сейчас, и я вижу на самом деле все косяки ламината, как бы, да, как он себя проявляет в тех или иных вещах, а плитка, она сама по себе холодная, подогрев, если делать, то это энергий расход, но это даже не самое главное, честно говоря, для меня энергий расход, для меня главное, что очень сушит воздух, все нагревательные вот эти вот вещи, которые у нас идут по полу, они очень сильно сушат воздух, даже несмотря на то, что у нас есть увлажнитель воздуха, тем не менее, с ребенком я бы не хотела, вот, чтобы сильно сушился воздух, я так стараюсь проветривать все время, вот, и поэтому плитка как бы сама по себе холодная, и все время стелить и закрывать эту плитку, либо сушить воздух, как бы, ну, не знаю, для меня этот вопрос настолько непринципиальный, поэтому, а ламинат, да, он боится воды, плюс он там нет-нет, скрипит, конечно, смотря какой ламинат брать, возможно, возможно, есть там супер, супер невероятные дорогие ламинаты, но я думаю, что нет смысла, поэтому я тоже склоняюсь, может быть, я просто найду ламинат получше, цвета, который мне нужно, но так, чтобы его, вот, прям его поиспользовать, и прям вот понять, что он может и лежать и 5, и 10 лет, и будет хорош, это раз, по поводу ламината, и второй момент, который хотел сказать, блин, только ленивый в комментариях у меня, не написал про то, что, я думала, ты скажешь, это комната для ребенка, а это гардеробная, ты что? Такое ощущение, что мои подписчики, подписчицы, о моем ребенке думают больше, чем я, сначала вы меня взбесили, если честно, этими комментариями, я уже готова была просто всех заблокировать разом, но потом я немножко остыла, и подумала, что, может быть, я все-таки что-то неправильно объяснила, может быть, я как-то не так подала информацию, чтобы все успокоились, если это так всех беспокоит, то это не имелось в виду, во-первых, это не имелось в виду гардеробная, которую я собираюсь оборудовать, то есть, это не гардеробная, которую я собираюсь оборудовать под гардеробную, и там будет гардеробная, Нет, это имелось в виду, что сейчас эта комната, маленькая самая, это та комната, куда я все свои вещи свезу. И в основном мои вещи состоят из шмоток. Поэтому там будут стоять вот то, что сейчас стоит у меня в спальне. Я вам покажу. Тут много у меня шмоток в спальне. Раз вешалка, два вешалка, три вешалка. Еще у меня здесь вещи. Еще у меня... Где у меня еще вещи? То есть вот тут куча всего вещей навалено, вот тут всего навалено, вот там всего. И еще у меня мешки с продукцией моей, с магазина. И я решила эту комнату, я так сказала, под гардеробную. Это в том смысле, что там сейчас будут лежать все эти вещи. А мы с ребенком, у нас будет большая спальня. Первый момент. То есть это не будет оборудовано. Естественно, что как только появятся у меня шкафы, и как только я все эти вещи разложу, половину еще я продам, половину еще раздам, и останутся у меня самые те вещи, которые я уже разложу по шкафам, естественно. Оборудовать эту комнату под гардеробную я не буду, если кто-то подумал об этом. Второй момент. Я вообще не планировала делать вот прям детскую, вот эту маленькую. Я планировала вообще сделать детскую большую спальню. Потому что, когда я помню, нам показывали даже еще квартиру, и вот застройщик, ну вот кто показывал нам, да, от застройщика, он тоже взял квартиру там рядом с домом. И он говорит, я своему ребенку отдал большую комнату, а мы в маленькой. Почему? Я с ним очень согласна даже с этим. Мне понравилась его идея. Он действительно рационально так продумал. Потому что ребенок растет, ему нужно много времени, ему нужно где-то играть, ему нужно спать где-то, ему нужно где-то учиться в дальнейшем, да, какие-то игры, еще что-то. Ему нужно много пространства. А нам взрослым, что, мы в спальне только спим, реально. Вот если там у меня будет стоять шкаф, там, может быть, где я крашусь, и кровать, телевизор, мне достаточно. Я в спальню буду заходить только спать со своим мужем. То есть нам не нужна спальня, где мы будем проводить время. Поэтому вот эта комната маленькая, где должна быть гардеробная сейчас, временная, там будет вообще моя спальня с мужем, когда мы будем жить вместе. А вот та большая, еще по фэн-шую, когда окна выходят на запад, это очень хорошо для детской, это я прочитала где-то в интернете. И я сразу подумала об этой комнате большой, что она будет для ребенка. Но когда он, может быть, немного подрастет, и когда мы будем жить с мужем вместе. И вообще моя зона, где я буду все время пребывать, это будет кухня-студия. Сейчас придем, и я еще раз вам все это дело покажу. И сейчас, пока мы живем с ребенком вдвоем, и иногда к нам приходит мама, честно говоря, я даже не... Первое, я его сама не хочу отселять. Не беспокойтесь за то, что он там... Я буду его отучать. У меня ребенок вообще, я так заметила, что он сильно так-то не привязывается к каким-то вещам. Ну, к телефону, да-да, нет-нет, привязался. А ко всем остальным вещам он не привязывается особо. Поэтому если я его уложу в его комнате, он прекрасно там будет спать. Пока что, ну, главное, чтобы я его там уложила, да, хотя он уже и сам, бывало, засыпал. Но не суть. Сейчас я не готова сама его отселять от себя. Я сама не хочу спать одна. Чего мы будем в огромной комнате? Маленький ребенок, трехлетний, и я такая без мужа пока живу, и мы будем в разных комнатах. Нахера нам это надо вообще? Мы друг друга любим, мы засыпаем носик в носик. Мы не хотим спать раздельно с ребенком. Не он не хочет спать пока раздельно, не я. Нам комфортно. И я уверена, что когда придет время, с этим проблем не будет. Точно так же, как у нас не было проблем с горшком, как у многих они бывают, не было проблем с соской, как у многих это бывает. А мне все говорили, соска, бутылка, ребенок там это, он у меня вообще спокойно все это отбросил. И мамину кровать тоже отбросит спокойно. Еще рано об этом говорить, он очень маленький. Поэтому за это все дело не беспокойтесь. Я надеюсь, я все объяснила. И меня так выбесили, честно говоря, эти комментарии, что ты что, куда ты смотришь? Ну, радует одно, что на видео вообще больше лайков, большинство лайков, но я говорю, только ленивый не написал о том, что как же ребенок мой без детской комнаты. Ему что, на балконе жить? Вот, вот так вот. Активировались, я не знаю, я не знаю просто. И большое спасибо, активировались хейтеры, что ли, да, чтобы, ооо, она гардеробная сказала вместо детской, какой ужас. Надо ее затюкать. Работа кипит. Всем привет. Вот мой рабочий коллектив. Натали, вверх. Ю-ху! Мы отградовали всю комнату, всю квартиру, точнее, всю комнату, всю комнату, уже рабочий приходил к нам. Вот, кстати, вот это эхо будет здесь постоянно. Пока мы что-то не сделаем, да? Ну, пока стенами другими чем-то не закрыть. Хрен его знает. Хрен его знает. Зато будешь петь тут, как в туалете, в лампе. Эй, там, вот так, держи, вот так. Вот, смотрите, я забрутовываю уже. Эта комната осталась. И осталась прихожая. и все и мы уже почти все это делаем чуть-чуть вниз мне показалось вот грунтовочка в грунтовке у нас ушло в 4 раза больше чем получше мы еще ездили за грунтовкой потому что она очень сильно впитывается здесь высохло все здесь досыхает здесь еще все сохнет все там пометил все дела сделал ключики забрал и завтра они уже с плиточником с техником даже говорит хотите пойдемте я вам там унитаз неплохой присмотрел рядом с домом продается я говорит вам его даже подниму бесплатно мой дом вот куда мы заходили а там унитаз есть он говорит неплохой унитаз там есть я вам его подниму вот так что уже на днях на этой неделе будет ну вот и все мы закончили и счастливые собираемся и вот чтобы понимали о чем я говорю в комнате вот это вот комната которая небольшая комната я сказал что это будет гардеробная но вот я вам уже дома объяснила что это не будет гардеробная оборудованная это просто вот здесь сейчас все вещи хранятся у нас и они будут храниться из дома я перевезу просто все вещи в одну вот эту комнату ну а вот здесь будет наша спальня смолы и мы здесь будем с ним спать вот пока что мы вдвоем мы будем спать с ним вдвоем не разлей водичка вот ну и кухня потихоньку мы тоже тут что-то понаставим то все все загрунтовали полы стены потолки не трогали уже но у нас грунтовки еще осталось вон пол канистры осталось на все плиточка плиточка такая она видите такая нейтральника очень бежевенька белая вообще то есть вот как мне надо будет там и там вот санузел уже вот здесь у нас эти поставили здесь у нас будет раковинка небольшая здесь будет туалет тут еще место останется чего-нибудь сделать так что все круто а вот вы ребята когда смотрели мой обзор квартиры и когда я сказала что здесь будет гардеробная вывод поняли что что здесь не будет оборудованной гардеробной вот брат человек знает не понимает что это будет для барахла естественно да не будет здесь естественно вообще можно не сумасшедшие мы вообще из жопы вылезли до половину может пополам с ребенком остальное для дэни да не я дэни вот хочу еще от эту комнату все пусть все вот здесь вот резвится но потом а мы можем здесь и и детскую сделать и спальню и гардеробную а здесь будем просто ну как бы жить тусоваться детская спальня в одной комнате скажи вот ребята вот это будет детство закутки с гардеробной спать детская для пацана тем более ладно девочки мои крошечки я буду заканчивать блок и чё-то блин вот с утра встала вот это вот реально пошла уже махать этой штукой реально устала я думала сейчас приду наоборот сил будет много а на самом деле силов немало я прям засыпаю вес пришел и сразу на диван завалился но мне как хозяйке неприлично вообще лежать вот это вот поэтому я сижу сижу и ем ладно все заканчиваю влог увидимся в следующем видео уже поделюсь чем-то новеньким скорее всего что в новом влоге возможно может быть уже и будет что-то уже там готово покажу все люблю вас целую прощаюсь до следующего видео пока пока